Крупнейшие университеты Калифорнии отправили на прошлой неделе на карантин около тысячи студентов и преподавателей. Все они находились в одном помещении с заболевшими корью. Один заболевший корью способен заразить этим вирусом тысячу человек. Врачи говорят об эпидемии, подкрепляя слова данными статистики. У нас есть подтвержденные данные о том, что 704 человека заразились корью в 22 штатах. Это больше, чем мы выявляли за последние 25 лет. По словам специалистов, 89% заболевших не были привиты от кори. Врачи утверждают, прививка дает гарантии 97%, что они не заболеют. Остальные 3% перенесут вирус в легкой форме. Осложнения же от кори для тех, кто не сделал прививку, по словам врачей, могут быть тяжелейшими. Это воспаление головного мозга, которое может привести к судорогам, может привести к потере слуха и потенциальное фатальное состояние. Я знаю, что есть альтернативные офисы, которые поддерживают отказ от прививок, дают альтернативные справки. В Калифорнии это сейчас считается незаконно, потому что Калифорния один из трех штатов, которые требуют прививки обязательно. В штате, где вакцинация является обязательной таким семьям, как семья Марии Коншиной, приходится непросто. Прививки своим детям она не делает, эпидемию считает надуманной. На данный момент у меня сыну 9 лет и малышке полтора годика. Маленькая не может ходить в садик, маленькая не может получать никакие пособия от государства, если она не прививается. Старший не имеет права ходить ни в какое образовательное учреждение. Это частные школы также. А скоро, говорит Маша, станет еще сложнее. Законы ужесточаются. Глобальная цель это, чтобы сделать обязательную вакцинацию, которая есть уже в некоторых странах Европы, она есть в Германии, во Франции. Это то, чтобы ты не смог даже ходить в публичные места, парки, музеи, получать водительское удостоверение. Отстаивать свое право, не прививаться, такие как Маша, собираются путем сбора подписей под вот этой петиции. Кстати, выбор не делать вакцинацию Маша объясняет тем, что боится ее последствий. Впрочем, не меньше напуганы и те, кто прививки своим детям делает. Они, как и врачи, уверены, вирус распространяется из-за отказа прививаться. Мы должны прививаться, мы должны защищать своих детей. Те, кто не хочет, это, конечно, их право, но я бы очень хотела, чтобы они руководствовались здравым смыслом в первую очередь. И многие болезни исчезли из-за того, что люди прививались. На данный момент мы как будто бы идем назад в этом плане, в этом развитии. Это немножко страшно. Что касается карантина в университетах, большая часть студентов и преподавателей вернулись к учебе. Остальные остаются под наблюдением врачей. Ангелина Богдасарян, Васген Воржебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.